Что делает с детьми Меган Маркл? Как она их воспитывает? И что она пытается им продемонстрировать? Какой вкус она им прививает? Статья в Newsweek вызывает огромное количество вопросов. Будем об этом говорить. И стало известно, что принцесса Шарлотта появится на коронации и не поверите, что она будет носить. Это будет такое великолепие и такая дань королеве Елизавете Второй. Сейчас буду рассказывать огромное количество новостей. Сегодня будет скоротечный, молниеносный, но наполненный новостями интереснейшими выпуск, поэтому смотрите до конца. Вы смотрите канал Deutsche News. Меня зовут Альбина. Очень рада вас видеть на своем канале. Как у вас дела? Я соскучилась. Вот прям хочется рассказать все в мельчайших подробностях. Не забывайте делиться нашими видео, лайки, комментарии. Ну и я хочу начать. Давайте с приятного. Принцесса Шарлотта появится на коронации. Ей будет отведена особенная роль, подчеркивает королевский эксперт. И она будет носить вот такую маленькую потрясающую корону. Как она вам? Ну, милота. Ну, не знаю, зашкаливает. Представляю ее в короне. Представляю, как она счастлива. Я помню, как я писала статью о том, что она очень любит мерить красивые наряды. Она прекрасно знает, что она принцесса. И вот эти вот драгоценности всякие, тиары вызывают у нее огромный интерес. Об этом рассказывал принц Уильям на одной из встреч. И он говорил о том, что мы стараемся ей, конечно, объяснять, какая у нее роль. Но стараемся, чтобы она не задирала нос. И я так поняла, он пытался сказать, что она склонна к этому. Кто бы говорил, принц Уильям также любит у нас задирать нос. Есть отчего. И вот принцесса Шарлотта появится в короне, которую носила королева Елизавета II. Но на тот момент она также была маленькой принцессой. Очень мило. Дань Елизавете II. Связь между поколениями. Мы, надеюсь, все это увидим. Мы вам, конечно же, и расскажем, и покажем. Поэтому обязательно подписывайтесь. В этой же публикации королевский эксперт рассказывает о том, это очень смешно, что сам принц Уильям и его супруга Кэтрин не хотят, чтобы принц Джордж занимал какую-то центральную роль в коронации. И что это не исходит от Букингемского дворца, что сами родители не хотят, чтобы принц Джордж и их дети были как-то там задействованы. Вот. Я не верю ни слову. Все сперва кричали о том, что Камила наглая такая хочет протолкнуть своих внуков. А теперь, оказывается, нет. Это было не так. Оказывается, теперь они не хотят, чтобы их дети участвовали в коронации. А Камила, вся такая хорошая, пришла на подмогу со своими внуками. Как вам? Мне кажется, они там чего-то курят, а нам не рассказывают. Я сейчас вот просто, ну не могу я не съязвить на эту тему. Посмотрите, пожалуйста, на этот заголовок. И вот, оказывается, мы с вами не знали, или может быть я такая ехидна заведущая, что королева Камила выглядит лучше всех. И что в свои 75 лет она неописуемая красавица. С блистательной кожей, и с великолепным здоровьем, и так далее, и тому подобное. И вот она придерживается, она находится потрясающе, оказывается, в форме. Об этом рассказываю в этой статье. Все подтверждения вы видите на экране. И нам рассказывают о том, как ее ведет по жизни ее диетолог, к чему она верит, к чему нет, и что она там любит кушать. А любит она яйца, болтунью, или что она там еще любит. И вот она не верит во всякие ограничения в еде. И любит очень есть объедки. Это кривой перевод, но смешно почитать. Королева, которая любит есть объедки. Очень даже позитивненько. Как вам ошламительная красавица Камила? Обязательно пишите, ну а я в более серьезной теме. Ну а теперь Меган Маркл со своими детьми. Только что все СМИ написали о том, что не только принц Гарри в прошлом хотел огромное количество детей, но и Меган Маркл, оказывается, хотела завести себе целую дюжину деток и вот поразвлекаться с ними. Но когда эти двое соединились, то решили, что не стоит этому миру страдать от их детей. Избавили нас, скажем так, от дюжины. И вот мы видим перед собой двоих. Это шутка, дерзкая, надеюсь, понятно. В книжке, которая вышла, появилась, нам рассказывают о том, как гельцогиня Сасакская относится к воспитанию, к тому, как надо вести себя с детьми и чему их в особенности нужно научить. То есть на чем нужно сосредоточиться. Из книжки мы узнаем, что самое главное, это научить ребенка схватить мир за шкирку. Я специально говорю вот так вот криво, что вы видите перед собой заголовок, Ньюсуик, абсолютно серьезная газета, в которой всегда все проверяется информацией и так далее. Так вот, вот что они пишут. То есть Меган считает, что своих детей она должна научить самому главному. Это от иметь всех и вся. Я извиняюсь за такое выражение, но вот по-другому никак. Итак, при всей моей интеллигентности, то есть она считает это самым главным, чтобы они выросли агрессивными, настолько, настолько самоуверенными, то есть вот как она не менее, даже, наверное, она хочет, чтобы они еще более наглыми были. Представляете, по шкале наглости сколько это может быть? Не знаю, такой, наверное, шкалы в природе не существует. Вот так вот, Меган хочет, чтобы ее дети научились от нее самому главному. Это вглавенствовать в жизни, получать от жизни все, от иметь всех и вся, возглавить все и вся, забрать у всех все. Вот чему она хочет их научить. И, если честно, я не удивлена ни капли, но подтвердились все наши мнения о ней. То есть вот ничего другого ей в голову не приходит, как научить вот этому. Я считаю, что это просто самая характеризующая ее черта. И черта не только ее, но и ее супруга, принца Гарри. Эти двое, которые не смогли занять в королевской семье лидирующую позицию пока что, они всех ненавидели и презирали, и до сих пор кидаются говнецом во всех и вся. И, оказывается, детей учат этому же. Самое смешное, что в этой же газете американской, напоминаю, в Ньюс Уик, буквально вчера вышла другая статья, что пострадавшими в конфликте между королевской семьей и сасекскими являются только дети Меганы Гарри и принца Уильяма и Кэтрин. То есть газета думает, что они должны быть все дружны. И многочисленные эксперты высказываются на тему того, что вот эта парочка уэльских и эта парочка сасекских, ладно, они уже никогда не найдут общий язык, но бедные, мол, детки, они могли дружить, у них могло быть совершенно другое будущее, другие статусы. Вот об этом вышла статья буквально вчера, а сегодня из книжки мы узнаем, что Меган учит их наглости, хватать всех за загривок, быть на коне, называйте как хотите, но это просто ужасно. А чему еще она может их научить? Неужели Томас Маркл ее этому научил? Или это она сама придумала свою какую-то идеологию, которая ей якобы позволила стать самой ненавидимой женщиной в мире? Вот уж точно почетный титул, куда от него деваться? И сегодня многие написали о том, что вот Голливуд паник, когда к ним переехали Гарри и Меган. Все забыли про звезд и пишут только о сасекских. И все это так, мол, противно, обесценивает чуть ли не всю Калифорнию. Как вы считаете, обесценивает или нет? Ну а я перехожу к следующей новости. Как вам воспитание от Меган? Хорошее? Нет? Как считаете? Пишите, обязательно идите в комментарии и высказывайтесь. Возможно, вы все слышали эту историю. Принцесса Уэйская Диана отвлекалась от всего этого негатива. Например, она любила мыть посуду, заниматься какими-то делами по дому. Но Меган это, конечно же, исключено. Она такое не любит. Хотя писала очень много в своем блоге о том, что она любит готовить. К чему это я? Вот появился бывший партнер по танцам, Леди Ди, и рассказал о том, что она пришла к нему домой как-то в гости. И просто взяла, чтобы отвлечься, помыла ему посуду. А была целая гора. Он это рассказывал в интервью. Но это довольно-таки известная история. Сейчас, опять же, вышла эта книжка. Том Куин рассказывает, что она никогда не хотела, Меган Маркл, быть вторым лицом в королевской семье. И что Кейт затмевала ее. И что она никогда бы не смирилась с этим. Что все, кто встречался с Меган Маркл, они не понимают, какая она на самом деле. Что если с ней столкнуться и перейти ей дорогу, то вот тут она показывает свои клыки с огромным удовольствием. И, конечно же, семья Уэльских, которая всегда маячила впереди, вызывала у нее огромный стресс и желание скинуть их, как в спарте со скалы. Мы с вами говорим часто о том, что провал, 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 у Сасокских провал. Но, тем не менее, например, сейчас, вот только что появилась новость, следующее выступление принца Гарри публичное, все билеты распроданы. И теперь принц Гарри, этакий бренд и без Меган Маркл также проживет, я так понимаю, вполне. А вот Меган без него проживет или нет, как считаете? Мне кажется, будет очень даже трудно выжить без принца в кармане. Ну, а я хочу перейти, не поверите кому, к принцессе Анне. Дело в том, что у ее супруга совершенно недавно был день рождения, поздравляем. Но история о другом. Вот сейчас в королевской семье мы видим перед собой пару Камилы и Чайза. Она разведена, он разведен. И вот этот их роман, который жестоко осуждается до сих пор. Также мы видим, например, Кэтрин и принца Уильяма. И здесь в этой паре не все гладко. Часто говорят о том, что принц Уильям ее не любит, ходит налево-направо, куда он там ходит. Неважно, вкратце. И то же самое про Меган, которая разведена. И вот это вот все, это французские СМИ перечисляют к чему. Дело в том, что в королевской семье всегда было принято иметь романы на стороне. И вот та сама принцесса, принцесса Анна, несмотря на свой очень строгий нрав и на свое воспитание, также вызывала множество вопросов тем, что ходила налево и встречалась с этим самым, ну сейчас она за ним замужем, с Тимоти Лоуренсом. Он вызывал у нее такой восторг, такое восхищение, а в семье у нее было все плохо. Как вы знаете, этот ее муж Марк Филлипс ей изменял. И у него даже есть в Новой Зеландии незаконорожденная дочь, которую им пришлось признать. Но это сейчас не об этом. Сама принцесса Анна и ее рыльца также в пушку. Она изменяла своему мужу, она была замужем. И даже когда Тимоти Лоуренс попал в больницу, она ходила вместе со своими детьми к нему в больницу. И французские СМИ рассказывают эту историю романа между Тимоти Лоуренсом и принцессой Анной, что она была влюблена в этого высоченного красивого парня, что она всегда находила возле него местечко, всегда знала, как найти его, пригрела его, дала ему какие-то должности. Ну и вот это все обсуждается. И они рассказывают, что сейчас в обществе принято считать, что вот только Камила плоха и король плохой, но они всему этим занимались. И тут уже начинается история сестры королевы Елизаветы II, той самой принцессы Маргарет. И опять же все сводится еще и к супругу королевы Елизаветы, принцу Филиппу. К чему это все? К тому, что они не придерживаются никаких высоких нравов. Это все на словах, все эти протоколы, все эти традиции, это все напускное. Мол, все они с друг другом там переспали, всех сфотографировали топлис, все пересудились, ненавидят друг друга, травят друг друга. А пострадавших всего несколько, принц Эндрю и принц Гарри. Вот это уже мой вывод, но вот вы сами понимаете, и что даже такая вот красавица, умница и вообще отличница, как принцесса Анна, ходила налево от своего мужа. Вот. И, конечно, вы помните же ту историю, что муж той самой Камилы Паркер Боуз, в него была влюблена принцесса Анна. И Камила увела парня у принцессы Анны. Я хочу заканчивать, потому что что-то я путана вам про эти любовные истории рассказываю. Мне кажется, совершенно у меня ничего не получается. На этом все. Пожалуйста, пишите все, что вы об этом думаете. Возможно, у вас есть какие-то интересные версии, почему все эти члены королевских семей любят так пойти налево-направо. Возможно, у них есть возможности. Только в этом дело, как считаете? Назвать их привлекательными физически сложно, особенно Виндзоров. Ну, у кого есть желание кидаться тапками, то кидайтесь. Ну, пока-пока. Обязательно пишите, что думаете. Не забывайте про лайки. И заглядывайте на Амор и Ройл, где вышел довольно-таки интересный, полноценный новостной выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова